Встречайте Новый Год с ВК, с новогодними плейлистами, с друзьями, с близкими, с контентом, которым хочется поделиться. И получите шквал поздравлений в мессенджере. ВК. Место встречи Нового Года. Нового Года. Значит, из минусов, она не особо разгибается, не особо сгибается, я сейчас всегда немножечко официант. Дива, добрый вечер, на голову, дина вернуться не желаете? Очень советую. Но я сама офигела, когда сломала руку, потому что, ну, я никогда в жизни ничего не ломала, да? Ну, кроме мужских судеб. А тут так, что сразу до титановых пластин. Значит, сразу отвечу на вопрос, на рамки я пищать не буду. Ну, только если через эту же рамку не будет проходить Райан Гослинг, да? Тут я не сдержусь. Типа, вау, Райан, в авиапарке. Ты куда пошел, там все закрыто. Короче, я когда сломала руку, мне нужно было делать срочную операцию, мне нашли лучшую клинику лучших врачей. Но как водится у нас в Москве, все самое лучшее, это все самое дорогое. Мне когда сказали, сколько будет стоить операция, я охренела. Ну, там прям в договоре было написано, как дорого. Не буду назвать сумму, просто знайте, что это ровно 4 толика. Ну, правда. Я когда приехала, меня спросили, типа, какой у вас уровень боли, назовите цифру от 1 до 10. Я говорю, 7. Потом мне сказали, сколько будет стоить операция. Я говорю, а можно еще раз спросить? Ну, сейчас сильно больнее. Сейчас прям, ну, тащите обезболивающее, кальяны, шлюха. Это же все в миллион двести входит, блин. Ну, короче, смотрите, я три года назад сделала зубы за 750 тысяч. Сейчас руку. В целом, в сумме, я сейчас хорошая двушка в Воронеже. Вообще, когда со здоровьем происходит что-то серьезное, у тебя еще и происходит переоценка ценностей. Знаете, если раньше ты мечтаешь об одном, ты начинаешь мечтать о другом, у тебя появляются другие цели. Ну, если раньше я хотела добиться в карьере, не знаю, купить квартиру. Знаете, о чем я сейчас мечтаю? Я хочу сама себе завязать хвост. Прикиньте, выяснилось, что одной рукой невозможно завязать себе хвост. Для меня это таким триггером стало. Я когда вернулась из больницы, я попросила парня завязать себе хвост. И знаете, что выяснилось? Мужчины вообще не умеют завязывать хвост. Но он механику не понимал. Он стоял, типа, а куда это? А как это? Ну, вот Сережа Матвенко из импровизации. Не просто так все время с хвостом ходит. Ну, мне кажется, он шесть лет назад один раз завязал. И такой, я второй раз не вывезу. Ну, у меня еще второй вариант. Возможно, ему просто Арсений каждое утро завязывает. Ну, короче, в результате мне парень завязал на голове что-то. Потому что это был не хвост. Это вот знаете, когда в ванной в сливе волосы застряли? Вот это у меня было на голове сзади. Только они мокрые. Ну, хотя, возможно, и мокрые. Потому что я плакал, потел, плевал на руки. Ну, короче, как выяснилось, с одной рабочей рукой вообще много что недоступно. Оказывается, одной рукой невозможно застегнуть лифчик. Мужчины двумя расстегнуть не могут, да? Ну, мне кажется, природа не просто так большую грудь женщинам отдала. Потому что она на мужиков посмотрела и такая, о, нет. Ну, эти не вывезут. Ну, у них она в 13 обвиснет. Я вон им яйца дала, а ничего с ними сделали. Даже никакой мешочек не придумали. Короче, я не могла застегнуть лифчик. Поэтому я что? Ходила вверхе от купальника. Знаете, такая женщина, которая в феврале всегда готова поплавать. Ну, вообще, с одеждой, как выяснилось, будут проблемы, когда у тебя рука в гипсе. И я в соцсетях сделала опрос, типа, девочки, у кого был гипс, помогите, в чем удобно ходить в гипсе. И самый популярный ответ был, в гипсе очень удобно в пончо. В пончо. По мне, в пончо очень удобно торговать курагой. Ну, мне 39 лет. Я не хочу так рано оказаться в пончо, блин. Ну, нельзя так резко. У меня еще нет ни одного халата на молнии. Короче, я побесилась. Успокоилась, смирилась. Звоню Оле Картунковой. Говорю, давай рассказывай, где ты их там берешь. Что там, садовод, отдел пледов, куда ехать? Вообще, много нового узнала. Оказалось, что в гипсе все делать очень интересно. Как выяснилось, секс с гипси — это тоже очень интересное мероприятие. Значит, ну, во-первых, нам пришлось гуглить, как заниматься сексом в гипсе. Ну, потому что хотелось выйти из секса без новых травм. Да? Ну, а секс — это травмоопасное мероприятие. Ну, когда хороший, когда отношения только начались, да? Не гадал уже там 10 лет вместе во время секса друг к другу спиной. Тебе, а что, удобно? И потрахались, и каждый свой сериал досмотрел. Ну, короче, мы загуглили. Оказалось, прикиньте, нет ни одного порно с гипсом. Я говорю, ну, в смысле? Что, у вас порноактрисы ни разу на своих этих смазках не поскальзывались, блин? Ну, кто-то скажет, а что, нельзя было подождать? Нет, нельзя. Потому что, ну, во-первых, гипс — это не на один день, да? А, во-вторых, ну, человек приехал, апельсины привез. Ну, надо как-то благодарить, ну. Руку же не пожмешь. Короче, секс с гипси — это не сцена из романтического фильма, где, знаете, там тебя срывают одежду, бросают на кровать. Нет, это больше сцена из фильма «Один плюс один». Где он вначале тебя моет, потом вытирает, потом вы вместе плачете, потом как-то сквозь слезы надо вернуть эрекцию. Короче, нам обоим было страшно. Ему страшно задеть руку. Мне страшно, что у него вообще встал на женщину в купальнике и пончо. Пой и смотри «Самоирония судьбы». 31 декабря в 21.30 на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова